Вот так выглядели до все резиденты Димитровградского индустриального парка «Мастер». Площадка для бизнеса базируется на пустующих площадях автоагрегатного завода. Помещение в 26 тысяч квадратных метров также преобразится. Сначала два этажа полностью демонтируют, а дальше по плану ремонт. Новый инвестор, чье имя пока держит в секрете, уже ждет в своей очереди разместить бизнес в «Мастере». Мы рассчитываем за год это все отремонтировать, сдать в аренду и получить порядка 80 новых рабочих мест. Всего площадь двух этажей 26 тысяч квадратных метров. Сейчас на этот год мы запланировали отремонтировать 7 тысяч квадратных метров и на следующий год остальное. Сейчас «Дипмастер» объединяет 32 резидента, которые подарили Димитровграду 520 новых рабочих мест. Большинство компаний держат курс на импортозамещение. Так, свою историю игрушек пишет предприятие «Полесье ДГ». Это единственный российский филиал компании. Основная же фабрика по выпуску продукции для детей находится в Республике Беларусь. Но игрушками «Полесье» пользуются в 78 странах мира. Компания выпускает 2800 наименований игрушек для детей разного возраста – от двух месяцев до 10 лет. Исчезновение с российского рынка «Лего» пошло фабрики на руку. Ассортимент конструкторов расширится. К примеру, линейка «Полесье Макси», представленная 27 наборами конструкторов, увеличится в 4 раза. К слову, детали российского аналога подходят к элементам уже ушедшего европейского конструктора. Также компания активно занимается созданием игрушечных версий реальных большегрузных машин. Впереди выпуск новой серии. Для нас, кажется, это очень важная такая история, потому что в этом случае у наших российских детей появляется возможность с самого раннего детства играть игрушками именно нашими российскими. Нашими российскими КАМАЗами, Уралами, комбайнами «Ростельмаш» и так далее. Поэтому надеемся, что в ближайшие полгода мы начнем выпуск вот таких новых игрушек. Димитровградский арматурный завод, еще один якорный резидент индустриального парка, открылся в период пандемии. Кризис оказался не помехой. За это время предприятия по выпуску арматуры для самонесущих изолированных проводов открыли дополнительные три цеха. Среди них площадка холодной штамповки, спиральной вязки, механической обработки и цветного литья. К концу года на заводе планируют увеличить объем продукции с 60 миллионов до 150 миллионов единиц в месяц. Раньше продукты привозились из Сербии, из Китая, из Испании, из Франции. Ну, кроме еще Финляндии и Эстонии было. Но сейчас фактически их доля на рынке очень мало. Мы почти 60% рынка занимает наша продукция. В прошлом году парк «Мастер» сертифицировали в Ассоциации индустриальных парков России. На территории уже отремонтировано и подготовлено 53 тысячи квадратных метров производственных площадей. Ринат Алиулова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ, из Димитровграда.